Всем привет! Продолжаем тренироваться дома, будем отжиматься. Сегодня будет отжимание, я вам покажу, с резиновыми петлями. Она примерно выглядит так. И покажу варианты отжиманий, которые можно выполнять. С ними сделаем несколько подходов. Сделаем первый подход. С резиновой петлей необходимо работать через спину. Перекидываем и делаем упор в такой же, как и при отжиманиях обыкновенных. И делаем свои отжимания. Работаем на качество. Касайтесь грудью пола и чувствуйте в верхней фазе, как вы напрягаете свои руки. Преимущество таких резиновых петель, они дают максимальную нагрузку в верхней фазе, когда вы стоите. То есть, когда вы опускаетесь вниз, этот вес спадает, резина перестает давить вам на плечи и усилие пропадает. Когда вы начинаете подниматься понемногу, то в верхней фазе резина максимально начинает растягиваться. И в зависимости от толщины резины, которую вы подберете, в верхней фазе будет максимальное сопротивление этой резины. И вам будет, так сказать, отягощение добавочное. Сделаем еще один подход. Можно отжиматься такой резиной по 12-15 раз в подходе. И между подходами и отдых делайте 1-2 минуты в самочувствии и смотрите за техникой выполнения. Отжиматься можно различными хватами, как от среднего, так и до широкого. Главным плюсом такой резины является то, что максимальное усилие создается в верхней точке, когда вы стоите. И в нижней точке, когда вы опускаетесь грудью, полу нагрузка спадает. То есть она уменьшает вероятность травматизма и нагрузка постепенно увеличивается с того момента, когда вы встаете. Старайтесь отжиматься на качество, следите за техникой, напрягайте живот. И все мышцы, которые должны вступать в работу, также напрягайте и смотрите за выполнением. Также можете смотреть в зеркало, чтобы видеть нюансы, которые вы выполняете. Сделаем еще пару подходов. Я вам покажу еще один из вариантов отжиманий. Это будет отжимание. В зависимости от сопротивляемости резины, это у меня не самое жесткое. Максимальное сопротивление вверху можно создать такое, что на половину руки не выпрямишь. Как я уже говорил, резин там, таких резиновых петель множество. Они бывают различного сопротивления. И вы под себя их подбираете. Очень отличные приспособления. Те, кто тренируется дома или собственным весом, очень круто подходят. Не занимает много места, кинули в рюкзак, пошли тренироваться на стадион. Сделаем еще подход. Уже другой я вам покажу. Ну, смысл, наверное, вы поняли. Чем больше вы ее растянете или сложите, тем больше будет сопротивления. И вы можете делать различную работу. Я сейчас покажу. Поставлю гири. Еще один из вариантов работы. Это пропустить петли под гири, либо под какое-нибудь приспособление, чтобы увеличить растяжение. Тем самым, создать, увеличить давление на ваши плечи, которое будет вверху. Я это делаю своими гирями. Я пропускаю резиную петлю под гирю и выполняю те же отжимания, что и делал. Я пропускаю резиную петлю. Примерно так это выглядит. Комбинировать можно различные упражнения. Не только отжимания с этой резиной. Можно делать множество интересных вещей, которые будут позволять вам хорошо развиваться и достигать каких-то результатов, которые вы поставите. Сделаем еще один подход заключительный. Смотрим за техникой выполнения. Дышим. Не забываем дышать. И отжимаемся. Провели такую тренировочку. Разобрали такое интересное упражнение, как отжимания с резинными петлями. Теперь хотелось бы подытожить, что резиновые петли, чем отличаются от отягощений, которые вы будете ложить на спину, тем, что они создают максимальное напряжение, максимальное давление на ваши плечи именно в верхней фазе. И чем ниже вы опускаетесь, резина расслабляется в нижней точке. Она максимально расслаблена, вы ее почти не почувствуете. Она не будет давать вам никакого веса, отягощения. И второй момент, когда вы поднимаетесь и постепенно также нагрузка увеличивается в ваших руках, в грудных мышцах. И приходите в конечную фазу, когда в исходное положение упора лежа и стоите. Также интересное приспособление. Можете комбинировать различные варианты, прорабатывать различные группы мышц, начиная от рук, спины, приседаний. Дальше будем рассматривать. Очень интересные будут упражнения. Также плюсом резины, как я уже говорил, это маленький объем, который залазит в любой рюкзак, не занимает много места. Можете выйти на стадион, легко потренироваться, нагрузить себя. Также с резиной можно выполнять кучу отжиманий под готовительных упражнений. Комбинируйте различные виды отжиманий. От постановки хвата, от вывода центра тяжести старайтесь попробовать, пробовать разворачивать руки. И пробуйте работать с резиной, без резины, с отягощением, без отягощения. На силу, просто на количество повторений. Если это количество повторений, то чтобы прорубить психологический барьер, можете просто бомбить на количество без какой-то техники. Главное сделать то количество повторений, которое вы запланируете, чтобы в дальнейшем для вас не казалось цифрой, например, 50 или 100 повторений каким-то большим. Все, что хотел, наверное, сказать. Смотрите следующее видео, будем рассматривать дальше еще другие интересные виды отжиманий. И отжимайте сами, тренируйтесь, обязательно оставляйте свои комментарии. Всем пока!